Приветствую уважаемые подписчики и зрители канала RR4GID В данном видео хочу затронуть тему спода Как его собрать, как им пользоваться, какие есть тонкости, нюансы Разберем характеристики В общем давайте смотреть В сподовых удилищах у нас есть 5 видов Как дешевые за 600 монет, так и дорогие за 4500 монет Чем они в общем-то отличаются Бонус, как по мне 10% дальности соброса достаточно сомнительный Так как мы кидаем на клипсу 35 в основном Бывает на 60, но это реже И в принципе и то, и это удилище позволяет нам это сделать Дальше Прочность У всех она отличная Тест у всех он отличный Единственное различие, которое я считаю самым важным Это длина удилища Допустим, самое дешевое Удилище имеет длину 3,9 метра Есть еще 3,8 метра В самом дорогом есть вариации 3,6 метра и 3,9 метра Допустим, у вас Фортуна Карп Которая имеет длину 3,6 метра Мой совет к Фортуну Карпу Покупать Фортуна Спот Потому что он имеет тоже длину 3,6 метра Что позволит нам вложить прикормку точно в клипсу Так как у нас клипса меряется от кончика удилища Поэтому длина нам важна Покупаем такой спот Если у вас топовый карповик Лего Сити Ай Который имеет 3,9 метра длину Вам достаточно будет Первого спота 3,9 метра длиной Я думаю, с этим понятно Теперь, что еще влияет на точность дальность заброса Естественно, это навыки Кидаем 7 очков в ловлю карповым удилищем И у нас автоматически качается и спот, и маркер 7 очков вкинули И позволяет это нам получить дальность и точность заброса Плюс 35% Это самый важный параметр, так скажем Для того, чтобы точно кидать спот Ребят, давайте сделаем максимальную активность на этом видео Поставьте, пожалуйста, лайк Подпишитесь на канал Напишите свой комментарий Спасибо вам за поддержку Продолжаем С этим мы разобрались Давайте теперь посмотрим на ракеты Прикормочные ракеты у нас идут двух типов Это спот открытого типа Который срабатывает при падении на дно Имеющий 5, 7 и 10 порций вместимость По логике, чем больше порций вы закидываете Тем больше рыбы вы привлечете Но это очень сложно проверить По этому поводу я ничего не скажу Советую кидать самую большую На 10 порций И также есть у нас закрытого типа Спомп Они срабатывают при ударе о поверхность воды Открывается кормушка и создается прикормочное пятно Также имеет 7-10 порций Советую, конечно же, кидать Чем больше порций, тем по логике лучше Должно работать Давайте сейчас переместимся на сайт игры Руководство Давайте смотреть, что разработчики оставили по этому поводу Такую информацию Спот Классическая ракета открытого типа Создает большое прикормочное пятно Что делает ее эффективной для использования мелкофракционной прикормки То есть здесь не написано, в какой момент срабатывает прикормка Здесь написано только, что большое прикормочное пятно Значит, оно будет больше, чем у спомба Эффективно для мелкофракционной прикормки Это значит, что мелкую фракцию замешиваем Она лучше работает Дальше будем разбираться Создавать прикормку и смотреть И спом Закрытая ракета, раскрывающаяся в момент удара в воду И позволяет доставить прикормку точно к цели с минимальным разбросом Эффективно при использованной прикормке с скрупцами, фракционными бойлами или перец Исходя из этой информации, мы точно знаем, что раскрывается в момент удара в воду То есть при ударе срабатывает И то, что позволяет точно к цели забрасывать То есть точность высокая и раскрывается в момент удара в воду И также она имеет эффективность с крупными фракциями. Давайте сейчас я покажу на примере, как создается прикормка с мелкой фракцией, как с крупной фракцией. Переходим в крафт, сухая смесь, выбираем основу и в добавки, допустим, мидии. В мелкофракционную прикормку добавляются добавки, такие как мидии 3, мидии 6, мидии 8. Допустим, это все мелкофракционно считается. Так, ну и ароматизатор, соус сми. Примерно вот так вот выглядит мелкофракционный прикорм. Теперь давайте сделаем крупнофракционный прикорм. Заходим туда же. Также выбираем основу молотой кукурузы. Допустим, давайте тоже мидии. Крупнофракционный нам позволяет замешивать сразу целые бойлы, пелец, прикормку. Давайте возьмем, допустим, крупные бойлы мидии с перцем. Возьмем чесночные мидии 20. И возьмем крабы мидии 20. А ароматизатор также соус из мидии. И мы видим, что мы смогли замешать здесь крупные бойлы и пелец. И изготавливаем прикормку. Вот эта прикормка будет из крупной фракции как раз таки. Так, пришел я, значит, на точку. Собрал я два карповика, закинул. Третий карповик переделал под прикормочную ракету. Если кто не знал, то можно изменить в оснастке прикормочная ракета. И можете спокойно закидывать смесь на клипсу. Далее пересобираете обратно в карповик и ловите. Ничего сложного нет. И само сподовое удилище. Обратите внимание, что все бланки разные. Но они все имеют длину 3,6 метров. Что очень важно для того, чтобы точно доставить прикормку на клипсу. Давайте теперь перейдем к самому сподовому удилищу. Поставил я сюда старую катушку. Старую ненужную леску на 150 метров. И ракета типа спод. Которая открытого типа. По информации от разработчиков, она нам позволяет кидать мелкофракционную прикормку. Более эффективней, так сказать. Но, по моему мнению, это все не работает. Прикормка также может закидываться и с помощью спомба. Только единственное, что мы знаем, что сам спомб открывается при ударе в воду. А по поводу этой ракеты. У нас информации не так много. Кто-то говорит, конечно, что нужно кидать от клипсы 2-3 метра больше. А, конечно, если вы кидаете вот так это все дело, возможно, это поможет вам. Но так делать не нужно. Как вы видите, ракета при забросе ударилась к клипсу и отлетела метра на 3. Вообще непонятно куда. Естественно, о точности в данном случае говорить мы не будем. Ее просто нет тут. Я советую вам научиться правильно рассчитывать заброс и кидать идеально ровно на клипсу. В данный момент я знаю, что это у меня где-то 30% до идеального заброса на 20 метров. И я кидаю на 30%. Вы смотрите, четко удаляется от клипсу и падает идеально под бойлы. Так и нужно забрасывать. Можете в этом случае подождать немножко секунды 3-4 и доставать. Так как мы не знаем точно, как работает прикормка открытого типа, лучше сделать так. Давайте теперь перейдем к ракете типа спомб. По информации разработчиков мы знаем, что она открывается при ударе в воду. Также с забросом плюс-минус все то же самое. Становимся примерно на среднем удилище. Меряем 30% в моем случае. И видим, что идеально ровно падает под бойлы. Сразу можно доставать. Прикормка срабатывает при ударе. Прикормочное пятно по информации работает 3 на 3 метра. Что в принципе, если не раскорячивать удилище, вам позволит кидать в эти 3,3 метра как раз таки идеально. И прикормка будет у вас работать. Все, больше опять же никаких секретов нет. Выбирайте по типу ракеты, какой вам больше нравится, какой вы считаете, что более лучше работает. Я для себя считаю, что ракеты закрытого типа мне больше подходят. Так как я уверен, что они срабатывают при ударе. Опять же, крупнофракционную или мелкофракционную прикормку. Какую ракету ссувать, уже решать вам. По моим ощущениям и опыту, работают они одинаково. Никакой разницы нет. Самое главное, иметь длину от карповик с пода. Вложенные очки, что вам позволит идеально, точно закидывать прикорм под вашу наживку. А на этом у меня все. Всем желаю синих трофеев. И пока. Продолжение следует...